Было это во время гонений, когда многие вели на допрос, вбили зверски и всякие стеснения, кому был так дорог Христос. В одном доме в рабочем поселке собрались на собрание друзья. Было радостно всем в общении прославлять Иисуса Христа. Вот окончилось это служение, и одна молодая сестра шла домой под большим впечатлением, рассуждая о жертве Христа. Вдруг дороги ее приходили, черный ворон, а в нем и наряд, и машины ее затащили, что везти не домой каземат. Привели и допрос ученили, кто там страшил вас, расскажи, не сказала. За это избили, подписать ей донос поднесли. Отвечения от Бога, но смело та сестра отвечала им нет, но их это так раздражало. Не устраивал этот ответ, и опять избивали, пинали. Один Бог дай их сил уставить, а последних они ей сказали. Ничего, будем завтра пытать, все равно скажешь то, что нам нужно. Не такие мы умали, а ты все за ночь обсуди, и на утро не упрямься, а все подпиши, и отпустим домой. Не узнай твои братья, ты же молода, тебе жить еще так убеждаю. Позабудь своего до Христа. И с битвы бросили карцер, спать она до утра не могла. Только плакала, тихо молилась, и сказала такие слова. Мой Господь, ты видишь, я слаба, так болеть, что терпеть не могу. Если завтра еще потворится, я ж не ведешь, все подпишу. Перед утром измучена сильно позабылась. И видела с ней тот начальник, допрос повозившим в своем доме и нижнем бле. Весь тревожным, сильно испугим, а перед ним сам спасите Христос. Говорит ему что-то сурово, вдруг проснулась и ждет. В этот день поведут ее снова, но за ней никто не пришел. И второй день проходит, на третий конвоюр, если трое пришел. Привели кабинет, тот начальник шепотал из вески тогда. Он подал ей бумаги спокойно, чтоб скорее подписала она. Что написано? Я ведь не знаю. Прочитай и скорее подпиши. Я на воле тебя отпускаю. Поскорей от меня уходи. И сестра торопливого ненитой бумаги читает слова, что не найдет сустав преступления. И совсем невиновна она. Тут осмотрел осторожно, рассказал начальнику сон. И спросил, сказать, если можно, что услышал от Господа он. И начальник поведал, той ночью перед ним появился Христос. И сказал, что ты бьешь меня очень. Я не бью тебя вовсе, Иисус. И меня говоришь, но пытаешься ты девицу, она моя дочь. Ты и мне боль причиняешь. Мы одно, отпусти ее прочь. Вот такое событие было. Мы верим всем Божьим словам. Если боль люди нам причиняют, то касается ока Христа. Мы одно. Если волю святую выполняем на этой земле, с сердцем веры, именем живую, защитит Бог всегда и везде. Аминь.